Справедливый 24 года, кто-то говорит, что несправедливый это слишком много, а кто-то говорит, что несправедливый нужно было дать пожизненное. Надо было дать ему пожизненное заключение, это же судьба человека. В таких случаях, я думаю, суд должен был принять все меры для того, чтобы сохранить какую-то конфиденциальность. Всему обществу это нравится, что суд проходит открытым. У нас в Казахстане классического суда присяжных нет. Присяжные заседатели и судья не были свободны для принятия своего решения согласно закону и так далее. Но давление-то неимоверное, это надо учитывать. Уважаемые друзья, с вами, как обычно, Арман Абдулла. У нас сегодня, 13 мая, вышел приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бешимбаеву. А приговор следующий, 24 года, в общем, ему, так скажем, лишили свободы на 24 года. Вот в этой связи мы сейчас собрались с адвокатами города Астаны. У нас сегодня в гостях Бахтяр Булиулиев, экс-судья, адвокат, доктор юридических наук, профессор. И Баужан Азанов, адвокат, также непосредственно работающий в городе Астана. Приговор вышел, и в этой связи вопрос общества как-то неоднозначно отреагировало. Кто-то говорит, что приговор был справедливый 24 года, кто-то говорит, что несправедливый, это слишком много. А кто-то говорит, что несправедливый нужно было дать пожизненное. Вот в этой связи, как бы вы непосредственно, как бы вот в этом соку, так скажем, варитесь, постоянно у вас дела, именно вот похожего характера, да? Хотелось бы узнать вот профессиональную точку зрения. 24 года Бешимбаеву. Приговор справедливый? Ну, добрый вечер, господа телезрители. Я думаю, что вообще в этом плане, поскольку мы являемся профессиональными юристами, которые непосредственно занимаются судебными процессами, в том числе и по уголовным делам, было бы вернее, наверное, говорить о некой процессуальной стороне этого дела, поскольку, ну, я лично, допустим, с материалом дела не знаком, да? То есть отрывочно где-то что-то, как-то смотрел по телевизору или там от кого-то что-то слышал. Поэтому я не знаю, насколько это можно правомерно говорить о том, что слишком жесткий приговор, либо слишком нежесткий приговор, да? Действительно, в обществе очень много мнений, полярных причем. Одни говорят, что надо было давать пожизненное, это было бы справедливее. Другие говорят, что это слишком жестко, или же одни говорят, что по этому делу в отношении Бешимбаева у него нет состава преступлений по умышленному убийству с особой жестокостью. Другие говорят, что там стопроцентное, как говорится, умышленное убийство с особой жестокостью. Ну, это, я бы, честно говоря, воздержался бы. Мне интересна самая процессуальная сторона рассмотрения этого углом дела, суда присяжных, или, как говорят, или было бы точнее, суда с участием присяжных заседателей, как у нас в Конституции указано. Поэтому, вот, такой расклад, я бы воздержался бы, в каком плане, вот, сказать, вы знаете, вот, ему не надо было 24, а надо было дать 25 лет, либо пожизненное, как говорится. Ну, это же не магазин пирожков, где вот, или там какой-то бутик, где выпекают пирожки, там, сходу, знаете, сел на диван и сказать, вот, надо было дать ему пожизненное заключение. Это же судьба человека, какой бы он ни был бы негодяй, но его, конечно, права должны быть соблюдены, в том числе и права потерпевших, или представителей потерпевших, равно всех профессиональных участников, или участников этого уголовного процесса. Бабжан, как вы считаете? Ну, я бы, действительно, поскольку мы, действительно, вот, Баке правильно сказал, мы не знакомы с материалом уголовного дела, мы их не изучали, не исследовали, соответственно, давать какую-либо оценку самим материалам уголовного дела мы объективно не можем. И, единственное, что мы можем из того, что, вот, из того же интерната, из средств массовой информации, то, что мы слышали, это, что в ходе именно вот этого судебного процесса, который стал очень такой, скажем так, честно говоря, как сказать, он был очень, практически со всех утюгов про этот суд везде, то есть включаешь телевизор про Бешимбаев, интернет включаешь про Бешимбаев, везде только один Бешимбаев, соответственно, примерно мы слышали о том, что шел, оказывается, прямой эфир, скажем так, в интернете, да, в интернете, там, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, это было на сайте YouTube, было организовано прямой эфир, я, правда, не знаю, кто его организовал, но меня смущает только одно, как адвоката, юриста, и я думаю, что Баке тоже со мной согласится, потому что любой суд, тем более суд с участием присяжных свидетелей, имеет соответствующий, то есть порядок, установленный законом. Есть порядок, установленный и законом Республики Казахстана на присяжных свидетелях, есть порядок, установленный уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстана, есть четкий, строгий, такой жесткий порядок, который, скажем так, никем не может нарушаться. Это, во-первых, мы, как адвокаты и процессуалисты, мы должны четко понимать, что когда речь идет о суде с участием присяжных свидетелей, в данном случае был именно такой суд, то, соответственно, я бы хотел вот здесь маленькую ремарочку сделать, поскольку каждый раз, когда о нем говорят, люди, многие не понимают, у нас в Казахстане классического суда присяжных нету, у нас есть суд, который называется на языке юристов, суд Шефенов, который был, впервые вообще возник в Германии, скажем так, феодальной Германии, и, соответственно, тот суд, который у нас называется судом присяжных, практически все его называют суд присяжных, суд присяжных, на самом деле он не классический суд присяжных, это суд с участием присяжных свидетелей, поскольку судья, председатель, действующие в зале судебного седания, удаляются в совещательную комнату вместе с этими же присяжными. И там, соответственно, вместе с ними находятся во время принятия решения, точнее вердикта присяжными. Соответственно, когда это все происходит, прежде чем туда пойти в совещательную комнату, есть процедура, порядок, процесс, который установлен в закон. Вот, возвращаясь к нему, меня интересует только один вопрос, который меня как адвоката смущает. Это то, что был организован прямой эфир, в ходе которого, соответственно, те же самые присяжные седатели могли видеть, слышать, воспринимать то, что происходит вне зала судебного седания. А вне зала судебного седания практически, наверное, здесь уже никого не осталось в Казахстане, кто не знает об этом деле, вообще никого не осталось. Соответственно, эти присяжные могли также выйти с судебного седания, пойти к себе домой, поставить чайник к себе и включить интернет, тот же самый YouTube, и смотреть, что происходило в тот момент времени, когда они не находились в зале судебного седания, и когда обсуждались те или иные вещи, материалы уголовного дела, которые не должны были о ней видеть и слышать, или тем более, соответственно, каким-то образом воспринимать, получать эту информацию, и тем более ее как-то интерпретировать. А, соответственно, когда речь идет о таких нарушениях, тем более, чисто для примера могу сказать, что, допустим, имеются у той или иной стороны, тут две стороны, потерпевшая сторона и, подозреваем, сторона подсудимого, да, если у них имеются какие-то, соответственно, свидетели, очевидцы дела, да, которых они хотели бы пригласить и допросить в зале судебного седания, у них такой бы возможности, возможно, даже и не было бы, поскольку не все люди захотят под камерами, да, тем более в прямом эфире, онлайн, чтобы за ним, на него смотрели кто-то, да, и, соответственно, давать показания какие-то, да, то есть хотя бы по этому поводу вот эти моменты, точнее, моменты именно полного, вот этого полной трансляции, прямой трансляции судебного седания процесса, он смущает адвокатов, поскольку... А это вообще незаконно получается в прямом эфире зала суда? Ну, я, как бы так вот говорить, что это законно-незаконно, ну, это, во-первых, впервые случилось вообще у нас в истории Казахстана, Кстати, после этого еще один суд прошел в прямом эфире в Алма-Ате, когда пассажир автобуса помешал водителю, вследствие чего произошло ДТП и... Мы даже об этом не слышали, потому что из-за дела Бешимбаева все заслонило, и, как бы, я об этом вот первый раз от вас слышу. Поэтому, когда у нас такие вещи происходят, присяжные, ну, по моему личному мнению, они могли подвергнуться какому-то давлению. То есть давление в данном случае не обязательно, там, кто-то пришел кому-то, да, там, из этих присяжных, там, допустим, подкупал его, или заставлял что-то делать, да, под каким-то подлогом, да, а имеется в виду давление в то, что вот этот самый информационный шум, информационный фонд, который стоит вокруг этого дела, да, и они, соответственно, каждый день приходят домой, обсуждаются со своими близкими, родственниками, членами семьи, друзьями. Все же знают, что он там ходит в качестве присяжного, об этом, скорее всего, все знают, что он именно по этому делу. Никто, наверное, не будет это скрывать, скорее всего, я так предполагаю, конечно, я этого не знаю достоверно, но, тем не менее, такие вещи, когда происходят, и тем более, когда речь идет, соответственно, об уголовной ответственности, тем более такой серьезной, как там, 24 года или пожизненное лишение свободы, да, то в таких случаях, я думаю, суд должен был принять все меры для того, чтобы, соответственно, сохранить какую-то конфиденциальность вот этих моментов, тем более, что там речь шла еще и о каких-то интимных сторонах жизни и потерпевшей, и, соответственно, самого подсудимого. И когда такие вещи, ну, у нас вообще все, что касается половых, скажем так, интимной стороны жизни, вообще всегда у нас, согласно закону, действующему уголовному процессуальному кодексу, оно всегда ограничивается, всегда доступ к этому. Да, ну, картина какая, например, да, вот со стороны это как выглядит? Бывший чиновник, человек властный, экс-министр, который уже побывал в тех краях, по коррупционной статье, так скажем, да, не совсем такой примерный человек, так скажем, да, убивает свою жену. Со стороны это казалось ужасным, ну, как это, или кажется ужасным человек убил. Общество устало от беспредела властных людей, оно требовало открытого суда, и открытый суд состоялся. То есть, всему обществу это нравится, что суд проходит открытым. Ну, вы знаете, я вот в каких-то своих частных разговорах предполагал, что меры наказания будут в районе 22-23 лет лишения свободы. В этой связи, конечно, ну, это вот такие частные беседы. Я понимал тот информационный фон, на фоне, в соответствии с которым проходит этот уголовный процесс. Хотел бы отметить, что, ну, во-первых, вот мне интересно, как я уже говорил, я, в принципе, плотно занимался этой проблематикой, вот, и диссертацию защитил, несколько книг написал по присяжным. И мне эта тема, как бы, более-менее изнутри это знакома, тем более я, как бы, раньше судьей работал, как говорится. Поэтому, вот, что нужно сказать по этому процессу? Ну, во-первых, мера наказания в данном случае, она была назначена с учетом из принципа сложения, частичного сложения наказания. Да, 7 лет, 20 лет, в итоге 24. Да, то есть он обвинялся по двум статьям, признали виновным по двум статьям, соответственно, произошло частичное сложение. Не поглощение менее строго, более строго наказания, как предполагали многие или говорили некоторые специалисты, а вот именно частичное, потому что это частичное сложение, потому что это прямо закреплено в законе. То есть, когда человек совершает особо тяжкое преступление, правонарушение, плюс санкции предусматривает до 20 лет, там прямо в законе написано, что в этом случае действует принцип частичного сложения наказания. В данном случае это и произошло. Во-первых. Во-вторых, что касается вердикта, в данном случае по закону у нас мера наказания за умышленное убийство с особой жестокой, она предусматривает, санкции предусматривает лишение от 15 до 20 лет. В данном случае суд назначил наказание по особо тяжкой статье, вот 20 лет лишения свободы. Соответственно, получается, что за данный вердикт, за виновность Бешимбаева по этой статье, по статье 90-е, проголосовало 8 и более присяжных заседателей. 8 и более. Но не все. Не все. Если бы было все, то тогда было бы пожизненное лишение свободы. То есть главный вопрос, почему Бешимбаеву не дали пожизненное, значит не все проголосовали за это. Значит, не было единогласного решения присяжных и судей, которые голосовали в совещательной комнате. Это раз. Потом мы должны понять следующую вещь. Вопрос виновности или невиновности Бешимбаева в данном случае, он принимается путем тайного голосования в совещательной комнате. Вопрос меры наказания и другие вопросы решаются не путем тайного голосования, а путем голосования, просто путем большинства принятия. То есть это путем открытого голосования в совещательной комнате. То есть это надо понять. Основные вопросы решаются, воиновный, невиновен. По той или иной статье он решается путем тайного голосования в совещательной комнате. Вот это раз. Во-вторых, в-третьих, мы должны понимать, я, кстати, и, по-моему, в предыдущем вашем интервью говорил, что вопрос давления на председательных заседателей, он, конечно, в данном случае плюсов много при онлайн-трансляции. Это улучшение правового сознания, повышение правового сознания людей. Действительно, тысячи, миллионы людей как бы заново для себя или вообще в целом открыли для себя страницу судопроизводства, то есть поняли в целом, как главный принцип этого судопроизводства именно с участием председательных заседателей. В этом плюс большой, конечно же. Но мы должны понять еще одну немаловажную вещь. То есть, если мы проводим суд с участием председательных заседателей в прямом эфире, в онлайн-режиме, то это является, будем говорить, таким неким фактором давления общественного мнения на председательных заседателей. То, что вот сейчас коллега Бауржан сказал, это действительно, в этом большой минус. Мы ведь, смотрите, изначально, в чем смысл суда присяжных? Это суд равных. Суд равных. Мы для чего ввели этот суд, этот принцип в судопроизводстве? Суд равных. Я думаю, что для дополнительного какого-то общественного контроля в виде онлайн-трансляции для суда присяжных он абсолютно не нужен. Мы же доверились, мы же ввели этот суд присяжных в уголовный судопроизводство. То есть, 10 присяжных. Это не то время, когда в начале 90-х, вы знаете, я работал судьей, и у меня при разрешении уголовного дела по бокам сидели у нас народные заседатели. Там действительно все решения принимал профессиональный судья. Сейчас время другое уже. Невозможно, как говорится, оболванить или, как говорится, заставить присяжных принять то или иное решение. Поэтому дополнительного общественного контроля в виде онлайн-трансляции я большого смысла в этом не вижу. Вот как раз-таки онлайн-трансляция нужна там, где решение или сам уголовный процесс ведет профессиональный судья единолично. По другим категориям. Чтобы воздействовать на ответственность судей. Да, чтобы общественность имела определенное представление, каким образом профессиональная судьба ведет уголовный процесс. А мы это вот с коллегой Баужаном, мы каждый день заседаем в судах, мы это видим. Что там действительно есть масса процессуальных нарушений. Вот там, вот там, ну я бы не сказал, что это беспредел, да, разбрасываться какими-то огромными словами, но там очень много, вы поверьте нам, там очень много процессуальных нарушений. Да, и вот там как раз-таки нужен общественный контроль. Но не в суде присяжих, я думаю, что. А вот что касается онлайн-трансляции суда с участием, как сказал Бауке, действительно это, это вот люди заседают, а приходят потом домой, и они весь вот этот информационный фон берут на себя, понимаете, это раз. Во-вторых, вы знаете, вот свидетели, свидетели ведь имеют тоже ключевое значение для оценки доказательств по этому уголовному делу. Так вот, у нас получается что? Ну у нас по закону вообще допрошенные свидетельства, не допрошенные свидетельства, они не должны между собой как-то пересекаться. А у нас как получается? Свидетели дают показания, другой свидетель сидит дома, онлайн смотрит, он на следующий день приходит с готовой позицией, то есть он смотрит, куда же двигается в целом уголовный процесс. Конечно, конечно. Как говорится, он по большому счету может даже быть в какой-то мере даже основанием, я не знаю, для корректировки, может быть даже апелляционной инстанцией, либо касационной инстанцией. Я не говорю, как там отмена решений, в определенной мере это может сказаться на корректировке этого приговора. Хотя я не знаю, общественное мнение опять будет, наверное, возражать по этому поводу, но это, если сказать прямым текстом, это основание, может быть даже, для отмены приговора, по большому счету. Потому что присяжные заседатели и судья не были свободны для принятия своего решения, согласно внутреннего сознания, согласно закону и так далее. Но давление-то неимоверное, это надо учитывать. Вот здесь вопрос, Бешимбаев сам попросил суда присяжных, то есть это была его инициатива в самом начале, он просил и открытости тоже, он просил, чтобы это массово освещалось. Сейчас с учетом вот этого приговора, как вы считаете вообще линия защиты достила своей цели? Нет, насчет линии защиты я не знаю Бешимбаева, это должны, наверное, его адвокаты, наверное, по этому поводу высказаться. Я считаю, что когда вот говорят, что Бешимбаев сам попросил суда присяжных, да, это его право, он своим правом воспользовался на предварительном слушании. Потом, когда суд начался, главное судебно разбирательство, суд когда начался, он попросил, чтобы этот суд был открыт для журналистов, вообще для всех, для любого человека, который мог туда прийти, в зал судебного свидания, сидеть, слушать, скажем так. Тогда, то есть он не должен был быть закрыт, чего он и хотел. Но многие здесь путают маленькую вот эту, маленький, скажем так, нюанс такой, тонкость. Дело в том, что он не просил прямого эфира, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, он не просил прямого эфира в интернете там или где-то, где-либо еще. Об этом, насколько я знаю, не было никакого его заявления или харатайства. Он не запрещал. Ну и не запрещал, конечно, он и не высказывался по этому поводу, насколько я знаю, но он просил только открытого суда. А что касается, достигли они своего, своей цели или не достигли, это уже другой вопрос. И хотел бы вот здесь отметить маленький момент касательно того, что вот этот информационный шум, который был вокруг всего этого дела изначально, до сих пор он идет, соответственно. Этот суд действительно, я думаю, что он является, по сути, юридическим основанием для того, чтобы в последующем этот переговор, возможно, подвергнется корректировке какой-то. Вам теперь не кажется, что линия защиты специально это все молчала после переговора? Вот вышел сейчас переговор, и они скажут, вот были вот такие нарушения, вот такие нарушения, вот такие нарушения. Теперь давайте отменяйте переговоры. Да, если позвольте, я думаю, что, вы знаете, это понятно, что сейчас сторона защиты или адвокаты защиты Бешимбаева, конечно, приложат максимум усилий для того, чтобы обжаловать его, как говорится, либо же скорректировать в апелляции, либо вкасаться. Это понятно. Естественно, этот вот тот негатив, который был связан с онлайн-трансляцией, это будет, он, наверное, обязательно будет иметь в качестве аргумента свои позиции будет учитываться. Но я хотел бы сказать еще о другом. Дело в том, что я, в принципе, это везде публично, и даже у вас я подчеркивал, что в суде с участием председателя судопроизводства есть два самых таких нюанса, о котором многие не задумываются. Между тем, вот эти две стадии, они имеют, ну, будем говорить, существенное значение для справедливого и законного постановления приговора с участием присяжных. Первое, это вопрос формирования вопросного листа. Это одно из, можно месяцами, годами сидеть в суде на процессе, но это все может быть, как говорится, низведено до какой-то до нуля, если вы неправильно сформируете те вопросы, которые должны подлежать разрешению. Кто формирует вопросы? Да. Вот как раз таки в этом окончательную редакцию вопросного листа оформляет председательствующий, причем в совещательной комнате. То есть не в прямом эфире, в зале суда, а именно в совещательной? Нет, в том-то и дело. Сейчас уже, вот я вам скажу, есть оценки от того, что вопросный лист по делу Бешимбаева был сформирован, будем говорить, если так мягко сказать, не совсем удачно. И есть даже мнение о том, что произошли, есть такие оценки, что произошла определенная манипуляция с вопросами для разрешения их совещательной комнаты. Понимаете? Вот в чем дело. Вот на этом надо задуматься, потому что я говорил, это я действительно везде говорил, что это самая интересная стадия вопроса формирования вопросного листа. Каким образом вы его сформируете, если будет сформирован таким образом, что присяжные не могут ответить по-иному, вы согласитесь, что это будет не совсем корректно или не совсем правильно? Второе, самое интересное, это вопрос определения квалификации в совещательной комнате по тому обвинению, которому был предан подсудимый. Вопрос квалификации определяет председательствующий по делу. Ну понятно, что есть некоторые оценки, говорят, что это технический вопрос, судья должен, то есть в данном случае, да, вот если на примере этого процесса, будет ли статья 99, либо статья 106, часть 3, да, то есть будет это умышленное убийство с особой жестокостью, да, ли это будет нанесение тяжких телесных повреждений, тяжких вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть человеку. Это определяет судья, это в законе, это не Буляулиев сказал, а это в законе указано, вы понимаете? То есть в совещательной комнате окончательную квалификацию, есть вердикт, но окончательную квалификацию определяет судья. И здесь, конечно же, большое значение имеет, конечно, я не знаю, квалификация, компетенция, ну в конце концов, мужество профессионального судья, который должен сказать, что я вот на основании вердикта считаю, то-то, то-то, должна быть вот такая статья. Здесь есть поле, будем говорить, для размышлений, вы согласитесь, да? То есть вы имеете в виду, что нужна реформа в этой части? Я считаю, что и в вопросе формирования вопросного листа, и в вопросе совещания, вот определения квалификации в совещательной комнате нужны здесь точные корректировки. Вот смотрите, вторая часть 110-й статьи, ну вот приговор, да, который был вынесен, и первая часть 90, а нет, часть вторая, да, статьи 99, в общем, эти статьи и эти части подлежат к условно-досрочному освобождению. Ну, если позвольте. Да. Эти статьи подлежат условно-досрочному освобождению, то есть человек может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение. По моему мнению, и насколько я правильно трактую уголовный закон, это возможно после отбытия 2-3 наказания по мере наказания. 2-3, то есть 24 делим на 3, это 8 лет, после 16 лет, условно говоря, Бешенбаев может выйти на свободу. Но там есть ряд условий, это его примерно... До 16 лет он не сможет выйти, вообще никак. Ну, если приговор действительно вступит потом в законную силу, останется в том виде, в котором он был принят, то да, конечно. Но там есть еще ряд условий. Много условий для требований. Это примерно его поведение в колонии. Погашение иска. Погашение гражданского иска. 2 миллиона 300 тысяч тенге, я думаю, для него это немного. Возмущение, ущерба и так далее. Но мы как бы сейчас в формальную сторону надеем. То есть вот такие есть дополнительные условия, по которым он должен выполнить. То есть 24 года дали человеку. Если он будет себя прекрасно вести, все там долги закроет, у него есть теоретические шансы после 16 лет отбывания наказания выйти на свободу. Да, как бы чем черт не шутит, опять же, соответственно. И я бы хотел еще один маленький момент отметить. Насколько я знаю, в этом деле, когда есть такая тоже стадия процесса уголовного с участием присяжных седателей, который называется отбор самих присяжных седателей. Вот когда их отбирали, вот этих 12-10 основных и двое запасных присяжных седателей, это все было, насколько я прочитал в средствах массовой информации, если я не ошибаюсь, это было буквально за несколько часов. То есть отобрали их буквально там, я не знаю, за пару часов просто буквально. Вот в этой связи я бы хотел обратить внимание на ту практику, которая имела место в нашей... Я сам член коллегии адвокатов в Павлодарской области. Вот в Павлодарской области у нас несколько раз были... Я вообще много раз участвовал в суде с участием присяжных седателей. И несколько раз были случаи, когда мы отбирали присяжных просто месяцами. Один раз мы отбирали полтора месяца, другой раз мы два месяца отбирали. Потому что каждый раз приходили люди, вот эти кандидаты, вы это уже разбирали на предыдущем интервью в этой баке. То, соответственно, не оставалось людей, которые бы можно было из них отобрать тех же самых 10 основных и двое запасных. То есть, соответственно, это очень важно. Я считаю, что отбор... То есть те люди, которые попадают в коллегию присяжных седателей, это очень важная процедура. И тот, кто туда попадает, вот эти кандидаты, какие они люди, что это за люди. Опять же, я думаю, что сторона защиты и сторона обвинения в данном уголовном деле, я думаю, они должны были какие-то меры принимать для того, чтобы это все не заканчивалось, соответственно, так быстро. Вообще, то есть сам отбор присяжных седателей. Это первое. И второе. Естественно, конечно же, необходима реформа суда, вообще полноценная судебная реформа, когда у нас в Казахстане появится настоящий суд присяжных, настоящий классический суд присяжных, где будут сидеть присяжные самостоятельные, которые будут удаляться в совещательную комнату без председательствующего судьи, самостоятельные будут принимать решения, вердикты выносить, как вот во всем цивилизованном мире это и происходит. А в данном конкретном случае, когда они в совещательную комнату вместе с судьей удаляются, то есть весь процесс уголовный, который там, насколько я знаю, два месяца суд шел, два месяца судебный процесс шел, как минимум два месяца шел, вот за эти два месяца. То есть, в принципе, присяжные особо и не общались с этим председательствующим судьей, насколько мы, по закону и не положено. Но потом они уходят в совещательную комнату, и что там в этой совещательной комнате происходит? Меня всегда это очень сильно, меня как адвоката, очень сильно тревожит. Всегда. Всегда. Я очень сильно, я вообще очень мнительный человек, человек, соответственно, меня это тревожит. И будет тревожить, пока эта ситуация не изменится в нашей стране. Когда у нас не появится настоящий суд присяжных классический, который будет рассматривать вообще все уголовные дела. Вот опять, к примеру, наверное, вы это уже обсуждали, возможно, да, там в той же Америке, в Соединенных Штатах Америки. Суды присяжных рассматривают не только уголовные дела, но даже и гражданские, трудовые споры, там экономические споры, хозяйственные споры. Они вообще все, что угодно могут, даже патентные споры между правообладателями. Да, они даже это рассматривают. То есть мы должны, возможно, потихонечку, степ-бай-степ к этому идти, потихонечку, потихонечку. Но самое главное, люди должны понять, что такое суд присяжных. Вот Баке правильно сказал, это суд равных, но еще этот суд за рубежом в той же Америке, в Западной Европе, его называют судом народа. Это суд народа. То есть народ принимает решение, не председательствующий, не судья, не адвокат, или представитель потерпевшего, прокурор. То есть народ, это именно принцип, настоящий принцип демократии, демократический принцип, который реализуется, именно отправление правосудия через присяжных заседателей. То есть это специально, настоящая демократия, чистая демократия, в чистом виде. Но нас, как адвокатов, тот суд, который у нас называют почему-то журналисты, многие называют судом присяжных, он нас смущает очень сильно. Потому что это не суд присяжных, ну не классический суд присяжных, это, повторюсь, это суд Шефенов. Поэтому необходимо реформировать его, необходимо принимать много-много всевозможных корректированных законов. Я хотел бы добавить, вы знаете, у нас пока институции запрещена любая дискриминация, ну там, по социальному признаку, по гендерному, по расовому, по половому и так далее, и так далее. Очень важно, очень важно, как показывает судебная практика, очень важно сформировать, будем говорить так, баланс интереса при формировании, учесть баланс интереса при формировании коллеги судебных, судоприсяжных. Вы ведь посмотрите, если же, будем говорить, убиенной является женщина, либо потерпевшим является женщина, то гендерный состав коллегии присяжных заседателей, он очень важен. Если в коллегии присяжных заседателей будут заседать, будем говорить, в существующей системе, допустим, 10 женщин, естественно, это будет отразиться в определенной мере, безусловно, бесспорно, на окончательной вердикте в отношении подсудимого, допустим, да? Вы согласитесь? Поэтому это очень важно. Вы знаете, я... Вот, кстати, в этом суде все были женщины. Ну, имеется в виду, и прокурор женщина, и судья женщина, и адвокаты женщины были, ну, в основном, так сказать. Да-да. Но мы не знаем, в состав какой гендерный у присяжных, потому что их не показывались. Ну, я могу предположить, поскольку там были некоторые высказывания, о том, что присяжные там плакали и так далее, что... Скорая помощь приезжала. ...определенное количество, может, даже подавляющее большинство, может, было вот, женского пола. Да-да. Вы знаете, я вот был в составе рабочей группы при подготовке вот первого закона о присяжных заседателях, то есть в 2005-2004 годах, в 2006 годах я был членом рабочей группы Верховного суда, которая разрабатывала этот закнопроект, да. И тогда много было, и тогда тоже вопрос ставил ведь, какую модель Казахстан примет, какую модель ввести в судопроизводство, то есть классическую модель, то, что вот сейчас Болке сказал, либо же какую-то другую, и мы, вот Казахстан пошел по некому такому оригинальному пути, то есть к присяжным заседателям присовокупили еще профессиональных судей. А в России так же? Более того, я вам скажу, что у нас на определенном этапе было не один судья, было два, двое судей было у нас. Был запасной судья, который сидел так же и так далее. Но потом со временем это запасную судью убравили, а наоборот добавили в части присяжных заседателя. Поэтому в этой части я думаю, что на тот момент, вот допустим, у нас был этот закон о присяжных заседателях, был принят в декабре 2006 года, а с 1 января 2007 года он был введен в Казахстане. На тот момент, конечно же, я думаю, что власть хотела каким-то образом контролировать судопроизводство. На тот момент. Но я думаю, что на данном этапе нынешняя модель суда с участием присяжных заседателя, она выполнила свою миссию. Надо переходить здесь, не надо сомневаться, бояться чего-то там. Вы знаете, вот в развитых странах, в том числе и у нас соседи в России, у них ведь там классическая модель суда присяжных. То есть, когда вердикт выносит 12 равных судебных присяжных заседателей. Вердикт выносит в совещательных комнатах без профессиональных судей. И в 2006-2005 годах в Казахстане говорили, что нет, зачем нам классическая модель суда присяжных, наступит коллапс правоохранительной системой, начнут выносить правооправдательные приговоры, все встанет, как говорится. Нет, в мире ничего не случилось, ничего не перевернулось в других странах. Поэтому нам кажется, что надо смелее переходить к классической модели суда присяжных, с тем, чтобы мы могли сказать, что это сама идея ведь была же, как вот коллега Боржин сказал, что это суд народа, суд равных. Так давайте, ну, зачем тогда еще, как говорится, быть оригинальничать, добавлять туда профессиональную судью и так далее. Хорошо. Я вот здесь хочу сказать момент по поводу гендерного равенства. Мы опять же сказали, что в основном везде были женщины. Есть еще такой момент, ведь семейно-бытовое насилие здесь же в целом идет вкупе, то есть Бешебаев это своего рода алицетворение, так скажем, да, того, тех преступлений, которые проходили годами в нашей стране. То есть женщины на систематичной основе подвергаются к насилию, избегению, насилию и так далее. Соответственно, и сам закон был принят в рамках этого. Возможно, это вот тот самый, так скажем, месседж или тот глоток, наверное, когда вот пора бы уже обратить внимание и может это вот, как это называют, это вот какой-то яркий пример Бешебаева, то, что вот ему дали вот 24 года, что вот мы будем теперь с этим бороться, с семейно-бытовым насилием. Вы знаете, мне кажется, что это вот примерно такой месседж был. В своем выступлении, между прочим, когда уже вот касалось меры наказания, вот как я видел по телевизору, прокурора выступила в суде и попросила, и сказала, что Бешебаев, ну, как бывший, как экс-министр, должен заплатить как бы двойную цену или понести меру наказания в двойном размере. Я не сторонник вот таких, знаете, выступлений, так, чтобы вот, знаете, в назидание другим, в назидание другим определить меру наказания, чтобы, как говорится, было неповадно другим. Ведь это судьба, даже если он негодяй, но это же судьба человека, судьба человека, я далек от того, чтобы шашкой махать и сказать, вот давайте, знаете, у нас не такое ощущение, что вот на том информационном фоне, который проходил процесс, это был, не знаю, был сравним, наверное, с судом Линча, наверное, по большому счету. Там наказать, сразу по жизни дать, расстрелять и так далее, и так далее. В уголовном суде производстве вот такое шапка закидательства, оно недопустимо, недопустимо. Просто вы представьте, что кто-то из ваших близких родственников будет сидеть на скане под судимой, а когда будет вся страна гудеть и сказать, давайте мы его расстреляем, либо же ему дадим по жизни закон. Ну, это же ненормально. Поэтому уголовный процесс должен проходить очень аккуратно, без спешки. Вы знаете, вот еще раз хотел бы обратить внимание, что по данному процессу суд практически вдвое сократил количество допрашиваемых свидетелей. Вдвое были сокращены. В обычном, вы знаете, вот в обычном уголовном процессе, я думаю, что у нас есть такая статья 24-я на уголовном процессе когда суд обязан обеспечить всестороннее полное объективное рассмотрение дела. И вот в обычном суде надвое сократить количество свидетелей, которые были, между прочим, приглашены в суд стороной обвинения, сторона обвинения это по списку стороны обвинения и когда суд сокращает неважно здесь по ходатайству сторона обвинения либо по ходатайству другой стороны вдвое сокращает количество вызываемых свидетелей, но это говорит о том, что могут быть предпосылки или общество может подумать, что приговор был предопределен заранее. Я не хотел бы так думать, но складывается такое впечатление, что что-то было предопределено, что допустим из почти 30 свидетелей половина не были вызваны. В чем такая спешка? Для чего спешка? То есть в данном случае и следствие я вам скажу, следствие по этому делу шло, я не обеляю этого Бишенбаева, я, кстати, участвовал по его первому коррупционному делу, когда он тоже свое вино не призвал. Я был его профессиональным оппонентом, я никаким его не защищаю, но надо же соблюсти всесторонность, полноту и объективность по этому делу, и когда количество свидетелей срезается, это говорит о том, что есть намеки на предопределение. Да, я понял, но вот смотрите, на юридических приемах, терминах права человека и так далее, с точки зрения юриста, адвоката, для вас это вот такая вот вещь. Просто со стороны человек убил человека бессильна, то есть женщина, женщина априори бессильна перед мужчиной, то есть слабая, тем более она доверилась ему, это его супруга, пусть и гражданская, доверила свою жизнь мужчине. Он ее избивает, убивает, но мы не видели, как он ее убивает, но тем не менее человек мертв. И исходя из вот этих вот итогов, я вот просто сам даже честно дали бы ему пожизненное, дали бы пожизненное, я бы так это воспринял, потому что человек убил человека, как можно вообще убийцу оправдывать, и вот этого понять не могу. Юридическая категория в целом судопроизводства это такая вещь, это вещь консервативная. Мне кажется, мы заигрываемся вот этими вещами, нет? Это же общечеловеческие морали убить человека, нет? Нет. Вы знаете, есть такая вещь, как говорится, если ты хочешь закона, то сам ты должен тоже поступать по закону. Вы знаете, вот у нас конституция прямо определено, все сомнения должны толковаться в пользу подсудимого, подозреваемого, либо обвиняемого. Вот вы сами сейчас ключевое слово сказать, мы не видели, мы не видели, как убивали, но есть результат, человек мертв, есть человек мертв, но для этого в том-то и состоит фишка этого, что судопроизводство должно быть конкретным, оно не оперирует какими-то общими понятиями, давайте вот так, ну убил, убил, давайте расстреляем. Для этого ведь и суд создан, для этого и судопроизводство, он же признает, что он убил. Нет, он признает, что он совершил преступление, присмотренное статьей 106, частью 3, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть причинение смерти, точнее, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Вот это он признал, насколько я знаю, вот и прочитал из средств массовой информации. Поэтому, когда вы говорите, что там есть, понятно, что есть заповеди, там, христианские или авраамические всевозможные заповеди, не убей, не прелюбодействуй, не воруй, не обмани и так далее. Все правильно. Наш закон, вот этот, даже вот наш некачественный уголовный кодекс, абсолютно некачественный уголовно-процессуальный кодекс, который вообще нас, адвокатов, вообще никак не устраивает, абсолютно такой одиозный закон, уголовно-процессуальный закон и уголовный закон. Но даже этот закон, в принципе, он соответствует в той или иной мере этим заповедям. То есть вот эти все заповеди, Все знают, на самом деле, сотни этих заповедей. Вот эти все заповеди, они у нас в принципе, они в уголовном законе, в уголовном процессе закона, они заложены туда. Именно защита интересов и потерпевшего, и в то же время, поскольку мы живем в обществе, мы живем в государстве, у нас должны быть какие-то нормы поведения, в том числе и процессы. То есть просто так невозможно, вот захотел, а кто-то вот он сказал, мне сказали, что он там убийца, или мне сказали, что он педофил, я пошел его убил. И мне сказали, молодец, ты красавчик, мы тебя освобождаем от уголовной ответственности за то, что ты убил там педофила. А кто сказал, что он педофил, или кто сказал, что он его убил? Соответственно, это все надо выяснять. У нас был случай, когда в суде, кстати, с присяжными заседателями, человек, который обвинялся в совершении особо тяжкого преступления, сбыт наркотических веществ, это дело развалилось в суде, и, соответственно, он был оправдан судом. Он был оправдан только за то, что сторона обвинения не смогла доказать его причастность к сбыту. Просто за недоказанностью он был оправдан. Но, конечно, все скажут, нет, мы же видели, допустим, если бы этот суд продемонстрировали в прямом эфире, онлайн и так далее, все посмотрели, да нет, на него посмотри, у него там, не знаю, по лицу у него видно, по глазам, по ушам, не знаю, по волосам видно, что он преступник, наркоторговец, к примеру, да? Но поэтому для этого и существует вот этот древний институт судопроизводства, древнейший, да, один из древнейших, и суды, адвокатура тоже, кстати, один из древнейших институтов, адвокатура уже, наверное, несколько тысяч уже лет существует, институт адвокатура. И точно так же и прокуратура, кстати. К сожалению, у нас, я бы хотел обратить внимание, что, допустим, в той же Великобритании, в Соединенном Королевстве и Великобритании, отсутствует такой орган, как прокуратура. То есть его просто не существует, даже аналога нету. Есть такие же адвокаты, которые обвиняют. Совершенно верно, да, на них государство нанимает, приглашает, они обвиняют, одна сторона обвиняет, одни адвокаты, другие защищают и так далее. Но это ладно, это лирика. Вопрос в том, что не должны люди, которые не понимают те же самые нормы, требования закона, порядок, процедуру производства, судопроизводства, которые не понимают, как это все осуществляется, как должно осуществляться, реализовываться, чтобы защитить интересы всех сторон. Потому что законодатель, когда принимает эти законы, уголовные, уголовные процессы и другие законы, он что делает? Он должен предусмотреть, точнее защитить интересы любой, в том числе и третьей стороны. Для этого и существует судопроизводство. И поэтому предъявляются высочайшие требования к судье, чтобы стать судьей или тем же, кстати, присяжным заседателем, тоже не всякому удается. И, соответственно, когда тебя приглашают в качестве присяжного заседателя, ты должен, наоборот, радоваться. Но у нас многие, наоборот, боятся, не хотят, зачем нас затаскают, как будто их там будут их таскать. На самом деле, не их же таскать. Уровень, к сожалению, уровень образования нашей страны в стране дошел до такой степени, что, к сожалению, любой может давать в данной конкретной ситуации какие-то свои оценки действиям. Кстати, участников того же процесса уголовного здесь конкретного, когда дают оценки, в том числе и какие-то абсолютно недопустимые в том же интернете, дают оценку внешности этим адвокатам Бишимбаева, как они плохо выглядят, или там, не знаю, у них волосы не такие, там лицо, по-казахски говорят, аузрысых, петрысых и так далее. Что попало там, мы это все читали. Мы, как адвокаты, с этим согласиться не можем, потому что у нас есть даже в 1990 году, насколько я знаю, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке были приняты основные начала деятельности юристов-адвокатов. То есть уже 34 года эти принципы, основные начала деятельности действуют. То есть любой адвокат, любой юрист, который работает по своей профессии, он должен работать в обстановке или в ситуации, когда он никого и ничего не боится. Никто на него не давит, никто на него не оказывает никакого давления, соответственно. Никто ни с чьей стороны он не подвергается какому-либо преследованию за то, что он выполняет свои просто функциональные обязанности адвоката, защитника. Вот это в этой истории, вот в этой Бешимбаева, к сожалению, мы видели совершенно какие-то недопустимые вещи в отношении адвокатов Бешимбаева. Если позвольте еще, Арман, буквально два профессиональных замечания как специалиста. Вот давайте вот так тогда завершим. Чему научил этот суд нас? Нет, давайте вот я скажу два профессиональных замечания как специалиста, а потом мы завершим. Первое. Если вы обратили на те вопросные листы, на те вопросы, которые были сформированы в вопросном листе, они, кстати, здесь уже вышли сегодня в печати, здесь все есть. Там перед присяжным не поставлены дополнительные вопросы. Поставлены только по каждому эпизоду, допустим, в отношении Бешимбаева, по каждому эпизоду, их два эпизода, то есть два обвинения, по ним поставлены только главные вопросы. По три вопроса на главные, по три главных вопроса поставленные. А между тем, между тем, важнейшее значение, чтобы понять в целом квалификацию деяния Бешимбаева, можно было и нужно было поставить дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы. Их масса может быть. Я уверен, я уверен, что... А было же 13 вопросов. В новости выходило 13 вопросов. Ну, смотрите, это, смотрите, вот есть Байжанов, да, есть Бешимбаев. Я прям проанализировал, я проанализировал. Там поставлены по каждому эпизоду по три главных вопроса. Не поставлены дополнительные вопросы, не поставлены, вы понимаете? А между прочим, дополнительные вопросы имели бы, ну, существенное значение, чтобы облегчить, это не для меня, а то, чтобы присяжные могли принять правильное и законное решение или вынести правильный и законный вердикт по этому делу. Это раз. Во-вторых, в самих вопросах, поставленных перед присяжными, вы знаете, там был поставлен один, и это считаю, что это не совсем корректно, не совсем правильно, не совсем законно, был поставлен один практически специальный медицинский вопрос. То есть с характеристиками, допустим, там буквально терминология, там, субдоральная гематома, если я правильно выражаюсь, просто идёт цитирование из судебной медицинской экспертизы, из заключения судебной медицинской экспертизы. Полностью переписан вопрос с этими, с телесными повреждениями, с характером телесных повреждений. Я считаю, что такое недопустим, потому что сам принцип суда присяжных, да, то есть это люди, которые не осведомлены о каких-то медицинских данных, не обладают медицинскими познаниями. Вы знаете, что это субдоральная гематома? Я не знаю тоже, да, то же самое эти присяжные заседатели. А если вопрос ставится, буквально копируется из заключения судебной медицинской экспертизы и ставится перед присяжным, я думаю, что это не совсем корректно. Суды, присяжные должны отвечать на общие вопросы, то есть те, которые не требуют специальных медицинских, юридических и так далее познаний. Да, понятно, да. Давайте вот этот вопрос. Чему научил этот суд казахстанцев? Давайте. Ну, я не знаю, чему он мог научить казахстанцев, я не знаю, но я думаю, что лично вот адвокаты, сколько я знаю адвокатов, я знаю много адвокатов, своих коллег, да, из разных областей Казахстана, во многих областях они работают. Конечно, я не могу за всех адвокатов говорить, за всех адвокатов, что от лица всех адвокатов, тем более не выполномочен на это, да, но тем не менее, я бы хотел сказать, что подобного рода процессы, тем более с участием присяжных седателей, они не должны транслироваться в прямом эфире, вот по доводам, которые были изложены до этого выше, потому что суд присяжных, это суд народа, это суд равных, уже народ Казахстана уже считается, вот доверил этим 12 лицам, сказал, все, идите судите этого Бешимбаева, все, идите, мы вам доверяем, закрывайте двери за собой и давайте его судите, мы вам доверяем, вот эта история об этом, и когда потом, я не знаю, кто принимал решение об этом, о прямом эфире, в Верховный суд, ну, я не знаю, вот смотрите, у нас есть согласно Конституции Республики Казахстан, а кто может повлиять на Верховный суд, никто же? Нет, смотрите, я здесь маленькую ремарочку внесу, дело в том, что у нас согласно закону РК о статусе судей и судебной системе Республики Казахстан, если я не ошибаюсь, никто не может вмешиваться в отправление права судья по конкретному уголовному делу, то есть в данном конкретном случае уголовное дело в отношении Бешимбаева, там судья женщина, то есть судья специализированного международного суда по уголовным делам города Казахстана, женщина там судья, и когда вы говорите, что Верховный суд принял решение о том, я предполагаю, почему, нет, это же транслировалось в прямом эфире Верховного суда, Верховного суда, это просто информационный канал Верховного суда, но решение Верховный суд о транслировании в онлайн режиме принять не может, это не в компетенции Верховного суда, это в компетенции председательствующей по данному уголовному делу, то есть никто не может вот так вот волевым решением вмешаться в отправление правосудия, которая вот женщина-судья председательствующая, фамилию не помню, допустим она реализует, отправляет правосудие, и потом кто-то говорит, мы решили будет там прямой эфир, кто-то там Сверховный суд. То есть она сама приняла решение о прямом эфире? Я не знаю, у меня возникает, вот я хотел просто выяснить, мне интересно, кто принимал решение об этом, потому что это вообще, я не думаю, что от этого повысится уровень правосознания, люди начнут понимать, интересоваться судами, интересоваться процессами, как идут процессы, не нарушаются ли ничьи права и так далее. Это я не думаю, что это их как-то заинтересует, и они начнут прямо интересоваться. У меня тут возникают вопросы, вообще-то он длинный ряд вопросов, которые касаются именно этого. Если их, наших людей, интересует прямо судопроизводство очень сильно, допустим, много разных всевозможных судебных процессов шло до этого, допустим, по январским событиям, которые имели место. Кстати, в Америке же карикатуры делают же со судебных событий. Да, там прямых эфиров нет, но это зависит от штата. Допустим, в штате Флорида, возможно, и трансляция, возможно, в штате Флорида есть, а в других штатах этого нет, только можно рисовать, потому что там даже журналисты не могут никого фотографировать и так далее. Ну, это Америка. У нас, как бы, вот по этим самым интересам, намного интереснее есть процессы, намного, в сотни раз интереснее процессы, чем процесс примитивное уголовное дело, по статье, которую мы предъявили, обвинь, в 99-е, это абсолютно простое дело. Карим Масимов, например, в суде, почему бы не в прямом эфире не провести, если хотят повысить уровень доверия населения к судебной системе, к принимаемым судами решениям, приговорам и так далее, то, соответственно, необходимо было проводить прямые эфиры по делу в отношении Масимова, по делу в отношении участников январских событий, по делу в отношении спортсмена Жаламбаева и так далее. Это все можно было делать спокойно, в чем проблема? Но этого не было сделано. И вот это меня интересует чисто социологически, если с научной точки зрения, почему это население, вот это население, которое интересуется делом Пешимаева, оно почему не интересуется делом... Ну опять же, это резонанс о семейно-бытовом насилии, который касается женщин. Вопрос, возможно, в этом заключается. Ну я за весь Казахстан говорить не буду, нет таких полномочий. Что у вас лично важно? Да, что там казахстанство устроило, или что им понравилось, или что не понравилось. Это пускай уже сами казахстанцы определяются. Для меня, очевидно, другое. Для меня, как специалиста, очевидно, что судопроизводство с участием председателями заседателей в республике Казахстан нуждается в существенной корректировке, в существенном изменении, в существенном кардинальном подходе, изменении кардинального подхода к этому институту. В целом мы должны переформатировать этот... Вы знаете, то есть это ненормально, когда один процесс раскалывает общество напополам. Совершенно верно. Это ненормальная ситуация. Значит, если общество раскалывается на два, будем говорить, на два лагеря таких, значит, что-то не так в нашем судопроизводстве. И этот процесс, очевидно, доказывает, и я думаю, что многие, наверное, не на татком, а вот специалисты уже, наверное, прогнозируют, что я уверен в том, что присяжное судопроизводство в республике Казахстан, оно нуждается в изменении ей. Нужны кардинальные изменения, кардинального подхода к этой проблематике. И я считаю, что, я вам скажу главную вещь, нужно введение классической модели присяжного судопроизводства, когда присяжные заседатели в его классическом виде в совещательной комнате сами выносят вердикт. Без судьи. Без профессионального судьи. Хорошо. Я предлагаю на этом завершить. Уважаемые зрители, обязательно напишите комментарии, что вы думаете по поводу приговора к экс-министру Куандыку Бешимбаеву. Справедливый ли приговор? Обязательно напишите комментарии. Если этот выпуск понравился, поставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok